Добрый вечер, вы смотрите новости на телеканале ЕйТиВи, а о самом главном на эту минуту расскажу я и мои коллеги в студии Тимофей Львутин. Десять раз российские оккупационные войска на Донбассе обстреляли позиции украинских военных. Активно использовали запрещенное Минскими соглашениями вооружение калибров 122, 120 и 82 мм. Обстрелы зафиксированы у Широкина, Лебединского, Водяного, а также Гнутого, Троицкого, Шумов и Вильного. Боевики также били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Подразделения объединенных сил открывали ответный огонь. Объединить все силы для защиты прав и свобод людей на оккупированных России территориях Украины. К этому призвала ООН уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она выступила на заседании 40-й сессии Совета Организации Объединенных Наций по правам человека. Омбудсмен отметила, уже пять лет не проводится мониторинг на оккупированных территориях, в то время как оккупационные войска на Донбассе подвергают опасности и здоровью жизни местных жителей. Случаи жестокого обращения зафиксированы и в отношении 69 политзаключенных и 24 военнопленных, которых удерживают в России и оккупированном Крыму. Ситуация с некоторым из них является критической и требует немедленного вмешательства европейского и мирового сообщества. 20-летний Павел Гриб, крымский татарин Эдембекиров, пребывают в крайне тяжелом состоянии. Трое раненых украинских военнопленных моряков Андрей Артеменко, Андрей Эйдер, Василий Сорока нуждаются в медицинском заключении и лечении. Напомнить миру, что Крым – это Украина. В Вене у штаб-квартиры ОБСЕ провели акцию к пятой годовщине оккупации полуострова России. В ней приняли участие украинская община Вены и друзья Украины из других стран. В это время во дворце Хоффбург начиналось заседание Постоянного Совета ОБСЕ. Иностранных делегаций, прибывших ко дворцу, участники акции встречали скандированием «Stop Russian Aggression». Обвиняют ЕС в несправедливых санкциях, но при этом стажируются в Европарламенте. Дочь пресс-секретаря российского президента Путина работает в команде евродепутата Эмерика Шапрада. Имеет ли девушка доступ к засекреченным данным ЕС? И что ответили на запрос ЮЭТВ о российской стажерке в пресс-службе Шапрада, далее в сюжете. Это Эмерик Шапрад, депутат Европейского парламента, сторонник Геополитического союза ЕС с Россией. Пять лет назад международный наблюдатель на незаконном референдуме в Крыму. В списке стажеров этого евродепутата нашли дочь бессменного пресс-секретаря и ближайшего соратника Путина Дмитрия Пескова Елизавету. Она не может быть стажеркой в Европарламенте. Первое об этом заявила латвийский депутат Сандра Калниете. По ее мнению, это угроза информационной безопасности Европарламента. Сам Шапрад утверждает, к секретным данным и закрытым заседаниям у стажерки доступа нет. Вы знаете, я делегат в Комитете парламентского сотрудничества ЕС-Россия, работа которого за закрытыми дверями. У Елизаветы нет доступа к работе этой делегации. У нее нет абсолютно никакого доступа к данным о работе с Россией. Что касается безопасности, мисс Пескова не имеет доступа к конфиденциальным данным. Европарламент это официально заявил. Доступ стажеров к конфиденциальной информации и правда ограничен. Это подтверждает депутат Европейского парламента Ребека Хармс. Но тут же говорит о другой проблеме. Вся эта ситуация со стажировкой подтверждает одно. Существуют близкие отношения между крайне правыми политиками в Европарламенте и национальных парламентах стран ЕС с Владимиром Путиным и его коррумпированными соратниками. И если мы хотим стабильный Европейский союз с демократическими ценностями, мы должны не голосовать за крайне правых друзей Путина в Европе. Украинка Оксана Гома прошла стажировку в Европарламенте в прошлом году. Полномочия стажера, рассказывает девушка, зависят от решения куратора. Вопрос в том, какие задания он ей поручает, какие документы дает он лично или его офис в обработку. Европейский парламент в этом случае не может отреагировать. Рабочие отношения контролирует депутат. Елизавета имеет доступ к тем документам, которым ей разрешает соответствующий депутат. В Европарламенте есть несколько типов стажировки. Интернов по двум общим программам отбирает комиссия. Они подписывают договор о неразглашении и запрете на публикацию любой информации, полученной в стенах Европарламента. Все проходят проверку службы безопасности. Но есть и другая схема. Интерна на свое усмотрение нанимает сам депутат. Он определяет кандидатуру, объем информации и документации, которой имеет доступ стажер. На запрос редакции ЮЭТВ о том, какие задания выполняет Елизавета Пескова в офисе Эмерика Шапрада, пресс-служба евродепутата не ответила. Анжела Лешкова, Варвара Миронкова, ЮЭТВ. Украина не будет участвовать в международном песенном конкурсе Евровидения 2019. Об этом заявили в Национальной общественной телерадио компании Украины. После отказа победительницы надсотбором Маруф подписывать договор, общественный вещатель обратился к исполнителям, занявшим второе и третье места. Freedom Jazz и Casco также отказались от участия. Вариант самостоятельно назначить представителя Украины в компании не рассматривали из-за уважения к выбору зрителей. Больше смотрите в нашем сюжете. Масштабное шоу, 16 исполнителей, тысячи смс от украинцев, музыкальное открытие. Национальный отбор Евровидения 2019 в этом году запомнился, к сожалению, не этим. Победа пьевицы Маруф взорвала социальные сети. Артистка гастролирует с концертами по России. Музыканты должны были бы иметь гражданскую позицию, но большинство не имеют. Евровидение – международный проект, участники которого представляют образ своей страны, в данном случае в музыкальной сфере. Что бы ты сказал об Украине песней, танцам, спектаклям, шоу? Хватит болтать о том, что спорт и музыка вне политики. Они не вне политики, они в эпицентре. Под критику попали почти все участники финала. Дуэт Анна Маре отказались ответить на вопрос, украинский ли Крым. Их мать Лариса Панасюк – вице-премьер оккупационного правительства полуострова. Группа Freedom Jazz выступали в России, а певица Юка и вовсе имеет российское гражданство. Маруф отказалась от участия в конкурсе. Маруф не подписала контракт с общественным вещателем. Не согласилась с пунктами о запрете импровизировать на сцене, согласовывать общение с журналистами, а также передать авторские права на песню, принадлежащую российскому лейблу. В этом году за нарушение контракта ввели штраф 2 миллиона гривен. Это около 75 тысяч долларов. Так хотят минимизировать риски для страны. Это международная арена, и отвечать за это будет исключительно общественный вещатель и за политические заявления, которые там прозвучат. А она могла это сделать. Общественный вещатель настаивает. Выступление Маруф могло навредить имиджу Украины. Ведь участие артиста в международном конкурсе – это не только исполнить песню. Это еще общение от лица страны. Готовы ли вы слышать на международных пресс-конференциях месседжи, которые не совпадают с мировоззрением половины страны? По разным причинам вслед за Маруф участвовать в Евровидении отказались группы Freedom Jazz и Каска, занявшие второе и третье места. После этого общественный вещатель принял решение пропустить конкурс в этом году. Деньги, вырученные от СМС зрителей, пообещал передать на благотворительность. Ольга Волынец, Максим Градобик, UATV. Жирный четверг отмечают в Польше. Это последний четверг перед началом Великого поста, когда местные жители устраивают себе настоящий пир. По традиции объедаются пончиками. В этот день они продаются везде. В кондитерских кофейнях, супермаркетах, за сладкими булочками. Еще с ночи выстраиваются очереди. Подробнее расскажет Инна Косинская. Полакомиться пончиками в жирный четверг – настоящее испытание на выносливость. Очереди возле пекарен за этими сладостями выстраиваются еще на рассвете. Как долго вы уже стоите? Семь утра. Воздушные, мягкие, с сахарной пудрой, вареньем или шоколадом. В этой кондитерской пончики готовят уже более 90 лет. Перед жирным четвергом работа кипит с ночи. Каждый пончик делают вручную. Замешивают тесто, раскатывают, добавляют начинку и жарят в масле до румяной корочки. Пончики мы выпекаем по регистрии. Оригинальному рецепту моего прадедушки. Они из натуральных ингредиентов на дрожжевом тесте. Они как домашние. Через 2-3 дня они такие же свежие, как и в первый. В этот день не принято ограничиваться одним пончиком. Покупают столько, чтобы хватило на всю семью. Купил 15 штук. Внучки придут. Здесь лучшие пончики в Варшаве. Или на всю бригаду. Там надо 300 штук взять. Шоколадом, абрикосом, клубникой предлагают пончики. Это кофейня в Варшаве. Сегодня она празднует свой третий день рождения. И всем, кто купит кофе с пончиком, бесплатно дарит еще одну порцию сладостей. Люди в один день покупают и наедаются пончиками, наверное, на весь год вперед. У нас есть такие клиенты, которые бьют рекорды и за раз съедают по 14-20 пончиков. Поэтому мы присоединяемся к празднику и даем им возможность съесть больше, чтобы установить новый рекорд. Поляки верят, в этот день нужно съесть хотя бы один пончик. На счастье. Инна Косинская, Юрий Бонахевич, Игорь Антонюк, Варшава, UATV. Всегда актуальная информация есть на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала uatv.ua. На этом у нас пока все. Следующий выпуск новостей уже буквально через пару часов. Всего вам доброго и до встречи.